Что Господь будет идти с ними, с Йошебеноном, что они завоюют эту землю. И говорится о том, что Он записывает эту книгу, то есть Тору. И, ну, сказано, что Он вообще записал, сколько там, 13 раз, да? То есть Он записал для того, чтобы возле ковчега поражить, скажем, вот колено дал. И это. И вроде бы на этом, как бы, оно должно было бы и закончиться благополучно, но там еще продолжается. И продолжается, и говорится, что, в принципе, здесь одна заповедь. Заповедь. Песня. Айкель называется. То есть это заповедь, что раз в 7 лет, то есть в конце последнего года шмиты, 7-го, на праздник Сухот, выходит царь, читает им эту книгу. Да. И вот это заповедь. И, ну, для чего интересна эта заповедь дана? И чем она перекликается? Вот на это такое посмотрит. Да. Вообще, если мы вспомним, как давалась тара, да, то есть она давалась на Синаис, на это откровение. И, по-моему, в трактах там написано так интересно, что не только вот те, которые принимали вот там 600 этих тысяч, что стояли, принимали вот, принимали это откровение. Ну и все те, которых нету, да, скажем так, ну, как бы немножко не согласуются, да, почему, как они могли принимать счет, чего не были свидетели. И проходит какое-то время, да, мы знаем, народ согрешает, там в пустыне ходят, выходят они из пустыни, и какая им заповедь дана была, что когда они выйдут уже из пустыни, перейдут в Иордан, что они тут будут сделать? Они должны возле двух гор собраться, грезимый вал, написать эти заповеди сказано, принести жертвы и там произнести благословение и проклятие, да. И, то есть, тоже, как бы, сказано, что они, как на горе Синае не получали, Тору там обучал, вот, может, так, и здесь они тоже, как бы, вот, ну, обучаются, заповеди повторяют. Да, то есть, вот это немножко их связывает, если мы посмотрим, то есть, и там тоже, как бы, и жертвы приносились, вот эти, как бы, три условия соблюдались. И, получается, что, как бы, можно сказать, что было, ну, немножко то же самое принятие Торы, но только на чуть-чуть, ну, в другом уровне, то есть, чуть-чуть по-другому. Но, все равно, это было немножко повторение, чтобы народ, ну, вспомнил через 40 лет, то есть, те оставшиеся, то есть, те уже, которые принимали, то, дорогу там никого не осталось. То есть, тут только новое, которое, можно сказать, может, некоторые не присутствовали при том принятии, все-таки, 40 лет. И мы видим, что, как бы, и что там сказано, что при принятии, что, и пускай, ну, там, чтобы она передавалась от отца к сыну, от сына, его сыну, то есть, вот, дедушке к внуку, да, чтобы ты не забывал эти слова, это в монетушке, он подключается. И мы видим, что проходит 40 лет, это повторяется, и тут, как бы, они должны входить и, можно говорить, что вы зайдете в эту землю, и, чтобы вы не забывали, то есть, вам все равно придется это делать. И мы видим, что происходит то же самое, то есть, раз в 7 лет приходится и читает слова тоже, то есть, читает, он слова обучает, да, и, как бы, он, вроде, обучает, и народ присутствует, то есть, присутствовал народ, и в том, в том месте там весь, да, и здесь, говорится, что будет присутствовать, и перечисляется от коленей, даже маленькие дети, говорится в том, и, как ни странно, нафига эти маленькие дети, вот, они-то ничего не понимают, там, бегают, только мешают, да, то есть, ну, как бы, любое выполнение за этого издей, или даже, ну, получение какой-то информации, хотелось бы на этом сосредоточиться, да, вот, сайт читает, и тут вот это шныряет между ног. Но, ну, это говорится, что, как ни странно, это сделано не для того, чтобы дети это слышали, ну, как бы, чтобы они тоже слышали, все-таки атмосфера всегда влияет, но это больше для того, для их родителей, то есть, что родители не смотрели на что, но эти маленькие дети пришли и получают то, что Господь заповедовал. И, как бы, тут только не хватает, как бы, вроде, вот, здесь жертвы, а где же жертвы, да? Да, но мы знаем, что это приносит, ну, заповедь читается в праздник Сухот, а в Сухот, в другом месте, мы знаем, что жертвы приносятся, наверное, самое большое количество жертвы в Сухот, там, 70, будет, полторежется. То есть, мы видим, что вот это вот, чтобы вы не забыли, все равно, как бы, повторяется. И вот эта заповедь, которая дана у горы Синаи, это Тора, она все равно читается, как бы, каждому поколению, то есть, через 7 лет, но надо прочитать, чтобы мы не забывали о том. И вот эта связь, как бы, она проследуется во всех поколениях, и поэтому вот этот закон, он и не забывается. И он передается от отца к сыну, от сына к сыну и так далее. И вот, как бы, как ни странно, вот эта заповедь, она дана уже затем, как Моша немножко, ну, можно сказать, записал уже Тору, распечатал и положил, вроде бы, как бы, вот, ну, по тексту. Вот. А тут потом дается эта заповедь. Это говорит о том, что, ну, она, наверное, важна настолько же, настолько и сама эта Тора. То есть, как Тора важна, так и эта заповедь, которая включена в Тору, но она, получается, не дает забыть вот эту самую Тору. Ну, вот об этом это глава.